Музыка Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня несколько необычный выпуск. В чем его необычность заключается? В том, что мой подписчик Петр Припечко, не знаю, извиняюсь, заранее за, может быть, неправильно произношу фамилию, долго мы с ним переписывались по поводу некоторых ручек, и вот он предложил такой вариант. Предложил, во-первых, сравнить ручки, вот, например, Hero 616 и 9659. К сожалению, ручка моя 9659, видимо, кому-то я ее отдал, скорее всего, кому-то подарил. Но у меня оказалась ручка, которая по строению пера очень похожа на 9659. Это 9622. Вот эта вот ручка с такой красивой инкрустацией. Вот. И сравнить ручку 616 Hero. Это такая, оказывается, непростая ручка, но о чем я расскажу ниже. Также он предложил рассмотреть ручку Hero 359 с набором разных перьев, разной ширины, я так понимаю, и разной мягкости. Ну, эту ручку мы заказали. Единственное, что сейчас немножко жду распродажи. Это 29 марта. Все из твоего шестилетия обещали снизить цены. Ну, посмотрим. Вот я подожду 29-го и уже закажу. Я ее нашел. Все нормально. Как только мы получим Hero 359, мы тоже сравним 616 его с этой ручкой. И еще он просил посмотреть ручку Hero 909. Она, к сожалению, на AliExpress ее нет. Она есть только на GearBest. Все. Хочу сказать, что я ее заказал. Будем ждать, когда она придет. И, соответственно, посмотрим ее. Что там нужно, что там нового и какие ее характеристики. Я думаю, что по 909 ручке такого особого не ничего интересного. Единственное, что некий другой дизайн. Толщина пера там всего 0,38 мм. Размер ее 13,5 см и диаметр порядка 1,1 см. Вес 52 грамма. Вот. Материал там металл, по-моему, с пластиком, насколько я понял. Ну, посмотрим. Теперь мы проведем сейчас первый раз сравнение. Как сравнение делать, еще не знаю. Но будем, скажем, сравнить ее, соответственно, по письму. Вчера я их заправил, все эти ручки. Hero 616. Оказывается, это, как я выяснил, это клон Паркера 51. Спасибо, кстати, сайту PenMoney и Elite Pen. Там есть интересные статьи по поводу этого. Обращайтесь туда. Ссылки я под видео оставлю. Там есть интересный развернутый комментарий. Кстати, про 616 ручку тоже. Так вот, это клон очень известной ручки Паркера 616. Вот о чем говорит ее вот эта вот защелка, выполненная в виде стрелки. Это фирменный знак, кстати, Паркера вот этого. Перо у этой ручки стальное, закрытое. Длина 13,8 см, вес 13,4 грамма. Очень легкая ручка, в основном пластмасса. Вот. И материал, скажем, механизм набора чернил такой пипеточный. Типа, то есть набираешь и как пипеткой пишешь. Значит, для сравнения, что сделаем? Напишем, запишем некий текст. Некий текст. Значит, разделим пополам. Здесь напишем. Итак. Так. Ну, смотрите. При нажиме она раскрывается все-таки не очень намного. в отличие, да, тонкой линии от толстой, да? Можно обратным, обратным концом пера, кстати, писать совершенно спокойно. Очень тонкие, получается, письмо. Теперь попробуем написать. Вот так. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Ну вот, по первым ощущениям, вот сейчас даже после сразу 616 ручки, у 9622 перо еще жестче, вот, и даже вот, видите, попытаюсь делать толстые линии, да, сильно нажимая, у него такой толстый как у 616, вот посмотрите, не получается, вот у него жирная линия, да, это 616, вот я, видите, это самая толстая линия 9622, но у нее тоньше линия вот обратным кончиком пера, у нее немножко потоньше, ну, это опять же, на мое мнение. Так, ну и, скажем, традиционно тот же самый текст. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Посмотрел я цены ее, как бы у оригинальных продавцов, вот, ну, в общем, от 2 тысяч до 4 тысяч ее, обычная совершенно Alami Safari, но сейчас, если я решусь, я тогда ее закажу, ну, все уже, как бы, дело там на мази, я, в принципе, ее там положил себе в корзинку, вот, закажу здесь, и, естественно, мы ее рассмотрим и сравним. С китайскими вариантами, кстати, как и Хиру, так и Джин Хао, они сделали такую очень похожую ручку, ну, вот, сравним и посмотрим, чем отличается Китай от, как бы, оригинальных производителей. Немного в конце расскажу я о производителе Хиру, о заводе, вот, завод это был основан в Китае, и раньше он назывался Хо Фупен Компани, в 31 году, в октябре был образован, и выпускал ручки тоже, чернильные, достаточно качественные, считается вообще классическим в Китае. И в 1966 году его назвали уже Хиру, завод Хиру, но он называется не совсем Хиру, а называется Хиру Лайт, по-моему, да, точно он называется Шанхай Хиру Пэн Компани, и в 1966 году, именно так его стали называть. В 1958 году вот этот завод развился до такой степени, что он начал уже экспортными заниматься поставками ручек, и до 1999 года экспорт составлял порядка 10 миллионов долларов в более 60 стран мира. Завоевал завод несколько национальных премий Китая, считается классическим производителем, классическим брендом китайским. Но, скажем так, в настоящее время испытывает трудности небольшие, производительность упала с 1 миллиона в 2004 году, по статистике, до 150 тысяч ручек. Но я тут удивился, узнал, что там, оказывается, работает всего 148 сотрудников, и делают ручки они вручную. Для меня это было, в общем-то, открытие. Ну, не знаю, это все, естественно, данные из интернета, что там правда происходит, сложно сказать. И, несмотря на то, что они делают ручки, скажем так, вручную, цена у них практически у всех, ну, там, если нет, там, какого-то золота, ну, стандартные такие средние ручки, это 20 юаней. Ну, по ниточному курсу это 200 рублей. Вот такая вот история небольшая. Ну, а в дальнейшем, по прибытии всех, то, что, всех заказов, которые у нас были, естественно, что я буду показывать эти ручки. И, в общем, будем сравнивать, и постараемся более интересно, чтобы у нас были выпуски более интересные. Ну, на этом все. Спасибо большое моим подписчикам, которые неравнодушны к перьевым ручкам и пытаются найти для себя хорошую, качественную, может быть, недорогую, или дорогую, но уже явно качественную. Поэтому спасибо вам огромное, здоровья вам, счастья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин